А что ты кушаешь? Клубничку. С чем? Со сметанки и сахарой. Доброе утро. Пойдем посмотрим, что там хорошего есть. Вот сколько тарелок и любого цвета, какой хочешь, выбирай. О, бабусь, давай сделай вкусно. Не, девочки, мы кроме чая, честное слово, еще не пью. Я вообще не пью. И сестра тоже, да? Вообще. Вообще. Привет, девочки мои. И всем, начиная новый влог. Сегодня у нас жара, 30 градусов днем было. А сейчас немногим меньше, хочу сказать. Все равно жарко. Очень душно. Конечно, я разделась. У меня легкая блузка, бриджики одела, сандалики свои. И все равно жарко. Просто очень душно на улице. Сейчас я иду в садик за Настей. Потом мы с Настей, может быть, погуляем еще немножко. Зайдем ко мне. И потом вечером уже передаю я ее сыну. И мчусь к дочке. Дочка попросила сегодня вечером приехать, уложить Денни спать. А у нее там какие-то дела. Ну, какая-то встреча. В общем, короче говоря, сегодня у меня много, много, не знаю, каких-то дел. Ну, в общем, короче, такой суетливый вечер будет. Ну, посмотрим. Это, может быть, я так, глаза, знаете, боятся. Ой, иду потихонечку. Солнце еще светит. Хотела сегодня зайти в магазин. Кое-что там посмотреть сегодня. Но не знаю, что-то у меня уже голова занята совсем другими мыслями. И не до магазина, и не до чего. Ой, иду прям такой, вы знаете, душный такой воздух. Как кислорода, блин, не хватает. Ужас. Но это только начало. Еще лето обещали, что будет очень жарким. Но буду дома спрятаться под сплетом. И выбегать в магазинчик только ранним-ранним утром. Когда только-только магазин открывается. Ну, вот так, что делать. Сильную жару не переношу. Вот. Ну, все. В общем, мчусь. Остановилась. Я одуванчик увидела. В детстве мы любили вот эти одуванчики, дуть, и чтобы оно все полетело. А вот о чем я подумала, девчата. Вот я, вот эта весна особенно, я очень обращала внимание на все эти цветочки. Как почечки набухают. Как цветочки распускаются. То одни, то другие. Я занимаюсь своими делами. И вот они становятся больше, эти листочки. Раньше я не обращала на это внимания. Но я сейчас понимаю, почему. Потому что, особенно когда вот работаешь, там семья, дети. Утром проснулся. Вышел из дома. Глаза в пол. И пошла. И пошла. Быстрее, быстрее. Думки свои думаешь. Ни до растений. Ни до цветочков. Ни до лютиков. Ни до чего. А когда уже живешь такой неторопливой жизнью. И уже особо никуда не торопишься. Тогда уже, конечно, стоит обратить внимание на весну, на то, на все. Какие изменения в природе. И каждая мелочь. Там пение птичек по утрам. Все это очень радует. И уже на это внимание обращаешь. И уже получаешь от этого удовольствие. Но надо, надо, надо обращать на это внимание, девочки. Потому что вот так вот жизнь проходит, когда все вот так вот идешь, тупо в пол глаза. И все. И пошла. Быстрее, скорее на работу, с работы домой. Детей забрать. Прийти домой. Уборка, готовка. И так каждый день. В общем, теперь я обращаю ваше внимание на такие мелочи. Настя забрала с садика. Вышли на площадку, попросила на меня к друзьям. И все. И вот у них началась беготня. Смотрите, девочки, какие кустики цветастые. Вот такие маленькие хорошенькие цветочки. И сиренька тут еще растет. Все. Мы с Настюхой идем из садика. Побегала немножко она с друзьями. Идем домой. Всем привет! Детки любят вот это дуть, да? Ну пойдем дальше. Идем по тенечку. Стараемся по тенечку идти. Потому что там на аллее солнце такое пекло, такая жара. Мы тут выбираем тенистые места. Вот гостям хорошо теперь за этим столиком сидеть. Да, Настюля? Тебе нравится за этим столиком сидеть? Да. А что ты кушаешь? Клубничку. С чем? Со сметанки и сахарой. Нравится так? Да. Вот. Ну, кушай на здоровье. Что, Милочка? Что там за палочка такая? Вот е-мое. Ну, подожди. Дай мне. Надо снять. Иди сюда лучше. Иди ко мне. Иди сюда. Ой, девочки. Короче говоря, вечер сегодня вот такой вот весь взбалмошный. В общем, короче говоря, хочу хоть вам хоть что-нибудь сказать. С Настей у нас сын забрал, меня подвез к дочке, поехал встречать жену. А я пришла сюда. Тут подружки, у них как раз прямой эфир заканчивался. И, в общем, они тут пока собирались, пока поболтали. Они ушли, я Денни скупала, спать уложила. Вот. Ну, сейчас так чуть-чуть прибралась, потому что тут гости были. И думаю, во, это я ничего вообще не сняла. Но мне, честно говоря, как-то вот и до этого было, не до съемок. Потому что и с девчонками поболтать хотелось. Они уже спешили, собирались пойти там погулять. Сегодня у нас теплый вечер, теплая ночь. Не знаю, выходной день завтра. И вот они решили пойти прогуляться. О чем был прямой эфир, я даже не знаю. Я туда попала на самый конец. Успела только поздороваться со всеми и все. Вот. Ну и все. Сейчас что, Денни уложила, мне делать нечего. В общем-то, сейчас туда-сюда и пойду лягу спать. Но завтра утром я собираюсь ехать домой, потому что у меня свои дела, у дочки свои дела. Вот. Ну, может быть, утром, если удастся, еще, может быть, поболтаем чуть-чуть, пообщаемся. Удастся мне снять, не удастся снять. Как получится, не буду ничего обещать. Сама не знаю. Все как-то вот так вот, видите, кувырком. Все не по планам. У меня дома, знаете, вот все как-то так по полочкам. С чувством, с толком, с расстановкой. А здесь как торнадо. Здесь вот так вот, все не поймешь, что планировать, что-то вообще бесполезно. Что-то как-то, я не знаю. Я прихожу сюда, я вся в ужасе. Вот. В общем, короче, вот так вот. Ну, у дочки побывала. Вы не побывали, но прямой эфир был, вы уже увидели. Вы, наверное, большинство из вас на дочку подписаны. Если что, я оставлю внизу ссылочку на ее канал. Кому интересно, заходите, посмотрите. Вот. Ну и все. Я хотя бы вам просто сказала, что вот я тут у дочки. И я сегодня и с внучкой была, и с Дэней была, со всеми по чуть-чуть. В общем, всех надо выручать. Завтра уже домой и уже буду делать свои домашние дела. Ну все, спокойной ночи. Финечка, доброе утро. Ой, я сегодня с открытым окном. Спала с фурточкой открытой. Только проснулась, сразу открыла окно. На улице так хорошо сейчас. 22 градуса. Прямо лето-лето. Классно. Еще раз доброе утро, девочки мои. Но только утро теперь следующего дня. Я перескочила через один день. В общем-то, я у дочки побыла. И мы с ней так и не пообщались толком, потому что она с вечера с девчонками убежала. Пришла она поздно, я уже спала. И утром я проснулась. Рано проснулась. Я плохо спала там. В общем, дождалась, пока она проснется. И побежала домой отдыхать и отсыпаться. В общем, целый день вчера у меня не было сил ни снимать, ничего делать и ничего говорить даже. Вот. А сегодня я выспалась хорошо. Поспала. И прям с открытой фурточкой. Уже моя атмосфера, уже моя тишина. И все. Я выспалась с утра уже все. Искупалась, привела себя в порядок. Наконец-то уже поскрабировала личико. В общем, все сделала. Вот. Сегодня хороший день, теплый день. Я сегодня хочу выйти на улицу. Те дела, которые собиралась сделать вчера, надо будет уже сделать сегодня. Но что мы будем делать, мы посмотрим. Загадывать заранее уже боюсь. А то, как стоит только что-то загадать, уже сразу раз. Планы быстренько меняются, резко меняются. И ничего не получается сделать. Вот. Я притащила от дочки там свои сарафаны. У меня там много сарафанов, потому что у нее зимой жарко. И я оттуда пооттащила много сарафанов. Сейчас я их забрала, освежу, сейчас постираю по-быстренькому. Хорошая погода, все высохнет. И, в общем, буду, уже видите, жарко, открытое окно. Сплит пока стараюсь не включать. Но днем, может быть, придется уже. Вот. И я уже в таких бретелечках. Люблю такие сарафанчики на бретелечках. Вот. Ну, все, девочки мои. Сейчас утреннее дело поделаю и потом к вам вернусь. Ну, вот я, девочки, вернулась к вам. Вышла я на улицу. Иду в магазин. Надо что-нибудь... Ой, ой, голуби полетели. Надо что-нибудь купить. Пойдем посмотрим, что там хорошего есть. Несколько магазинчиков. Аптечку надо зайти. Кое-куда. На улице жара. Девочки, жара. 29 градусов будет днем. Но сейчас уже 27. Уже, в общем-то, жарко. Поэтому я оделась легко, по-летнему. Все уже разделись. Все кайфуют. Сегодня воскресенье. Наверное, многие люди, я так думаю, уверенно, рванут на Дон. Загорать, по крайней мере. Может, кто-то и купаться уже будет. В общем, вот так. Девочки, решила показать вам, в чем я сейчас на гетто. Вот такой у меня профит. Все, пошли дальше. Зашла в магазин посудной, девочки. Хочу тарелочки себе посмотреть. Смотрите, тут казанчик. Много чего интересного есть. Давайте я вам сейчас покажу. Смотрите, как много всего-всего-всего. Большой магазин, большой ассортимент и большой выбор. Тут стеклянная посуда разная. Там дальше в конце уже будут цветные тарелки. Ну, дойдем туда еще. Давайте чуть-чуть посмотрим. Смотрите, какие красивые. Ух ты! Красота! Такие вазочки. Ну, симпатичные. Вот тарелочки такие есть прозрачные. Ну, я не знаю. Я насчет прозрачных тарелок... Вот, простые. Дочки такие были, но... Я вот прозрачные как-то не знаю. Брать, не брать. Беленькие, наверное, возьму. Смешная бутылочка. С крышкой такой, как резиновая, что ли, крышечка. Бутылка стеклянная. Дрэнк. Я смотрю, тут и хрустальные есть такие вазочки есть. Еще из моды не вышел хрусталь, значит. Такие кружки еще интересные. Вот это что? А это для чего? А внутри вот это что это? Для чего внутри? Да. Может, фрукты? Наверное, фрукты там нарисованы, фрукты, да? Да, фрукты там. Графинчики есть. Тут разные-разные. Много разных графинов. Большой ассортимент. И стаканчики такие цветные, разные. Бокальчики есть. Много всего интересного. Как вам такой большой бокал? Много красивый. Для разных вин, напитков. Разные бокалы. Вот сколько тарелок. И любого цвета, какой хочешь, выбирай. Красивые тарелочки. Есть с цветочками. Чисто белые, чисто черные. Стаканы. Так, девочки, ну вот смотрите, еще такие чашечки есть, тарелочки. Тут даже мелкая бытовая техника. Есть фены, утюги, блендеры, носорубки есть. Чайники разные. То еще тут хорошие. А вот для дома, для интерьера. Тут свечки. Шкатулочка. Вот, смотрите, какая зеркальная, симпатичная. Классная. Прямо золото. И вот еще красивая такая. И вот такие. Смотрите, рамки для фото. Классные тоже. Да, хорошенькие такие, для интерьера вещи. Вот эта дорогая, но эмпатичная. Ставь, вот так сказала. Цветочки золотые. Я свои цветочки не буду выбрасывать. Мне розочки мои тебе нравятся. Вот такая стулочка. О, смотрите, какие славные. Димашки. Прикольные. Вот такие. Вот такие. Взять наборчик, да? Подружки, пришли в гости, пожалуйста. Угощайтесь. Вот такая вот посуда. Смотрите, золотистая кайма. Тоже такие наборы есть. Наборами продаются. Красивые. Вот такая вот стулочка. фрукты, какого-нибудь печенья. Еще что-нибудь положить. Такие вот наборы. Очень много посуды. Вообще классно. А вот такой, смотрите, набор тоже все в одном цвете. Чайный. Классный. Красивый. Много посуды вообще. И такой красивый. Фигурка. Какие фигурки еще есть? Вот такие фигурки есть еще. Ой, а это что такое? Это похоже. Написано подсвечник. Я думала туда наливать какой-то напиток. Но правда красивые подсвечники. О, для льда. Красота. Красота. О, богатство какое богатство. А еще ваза для цветов. Видите, какие красивые. Не обращайте внимания, там молодые парни хохочут очень громко. Вот для торта такая штука. Для торта тут есть разные еще. Девочки, я увидела декоративные тарелочки, которые на стену увешают, на кухне украшают. Смотрите, какие красивые. Ой, милота. Ой, милота. Вот как надо стол сервировать. Смотрите, учитесь. Да? Девочки, куча всяких кастрюль. Разные наборами, не наборами есть. Разные алюминиевые там кастрюльки, чайники есть тоже. Пойдемте туда еще посмотрим. Смотрите еще, какие вариации, девочки, посуды есть. Вот это вот что у нас? Фондюшница, да? Прямо с этим самым прозрачная. Вот такие вот. А вот смотрите, стеллаж большой-большой со стеклянной посудой для выпечки. Разные с крышками есть. Вот они такие вот. Вот эти разные. И вот такие вот поменьше. Большие, побольше всякие. Разные формы. Вот это вот для курицы, наверное. Вот смотрите, хлебницы разные. А вот это вот топтать, что-нибудь раздавливать. Здесь каменная. Вот это вот деревянная такая вот есть. Вот такая. Масленочки. А вот это вот кофеварки. Разные, 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 разные есть. Какие хотите, всякие. Вот это на магнетиках для специй штука. Ого! Кто любит зерна кофе, вот такая вот кофемолка ручная. Очень хорошая, кстати. Термокружки есть. Термосы разные есть. О, какая интересная детская. Смотрите. Через плечо сумочка. И термосы. И тут тоже есть чашки. И заварные чайнички. Такие, такие. В общем, разные есть. От дешевых самых до дорогих. Стеклянные, не стеклянные. Какие хотите. Смотрите, сколько, девочки, кастрюль. Нержавейка. И есть и другие. Большой-большой такой выбор. Казаны. Тоже большой ассортимент. Вообще магазин этот находится рядом с домом. Смотрите, алюминиевая посуда. Кому интересно. И даже тазы есть. И вот такие огромные кастрюли есть. Вот это, да. Вот. Магазин прям рядом с домом моим находится. Красота. Для кухни всякое. Разная есть утварь. Разная утварь есть для кухни. Что хочешь выбирай. Для ножей. Ножи разные есть. Блосочки. О! Для мяса какая штука. 615 рублей стоит. Чайник, девочки. Смотрите, какой большой ассортимент. Чайников. Сковородок. Гладильные досочки. Какие хотите есть. Разные. Что у нас тут еще хорошего. Пластиковая посуда. Есть разная. И вот такие всякие ведра, тазики, детские столики. Такие еще есть. Сушки для белья. Ну, вот там совочки. Для мытья полов еще. Мусорные ведра. Такие вот вещи. В общем, короче, большой ассортимент, девочки. Вешалки. Надо сюда просто приходить. О! Какой таз пластмассовый. И убирать. Так. Где моя телега? Фух, девочки. Пришла я домой теперь. Притащила все, что я накупила. В аптеку я зашла. Купила Аквадетрим. Я всегда его пью утром с кашкой овсяной. Дальше что? Взяла я. Это белореченская у нас. Это теперь 150 рублей лукошка стоит. Вот эта вот лукошка взяла. Бабушка продавала со своего огорода. Огорчики такие вот хорошенькие. По 180 рублей килограмм. Но это уже свои. Это не с магазина ничего. Зашла я в палатку. Взяла там фрукты. И вот эта домашняя колбаса свиная. Я люблю такую колбаску. Вот побалую себя. Хлебушек я взяла в магните. Аютинский хлеб. И взяла пироженки, профитроли. Вот эти скримбрюли. Мне нравится. Сегодня, может быть, ко мне придет в гости сестра. Если она сможет там свои дела успеть себе поделать. Может быть придет. Я поэтому взяла, чтобы у нас было к чаю и фрукты, и пирожное. Взяла немножечко яблоки, груши. Вот эти красные взяла. И вот эти абрикосы. Абрикосы 300 рублей стоят килограмм. Яблоки, груши. Это яблоки в палатке. Не помню почему. Но недорогие уже. Груши по акции. Тоже магнит. Вот. И еще взяла посуду. Посуду сейчас еще вам покажу. Ну что, девочки. Вот у меня новый натюрморт. Я взяла фрукты. Что я скажу вам. Вот эта посуда. Вот эту я салатницу такую прозрачную взяла. Мне нужна такая одна. Это я брала в фикс прайсе. По 77 рублей. Я хотела в прошлый раз взять. Забыла. И также забыла взять вот такие вот фольгированные по 18 рублей. Тарелочки 3 штучки взяла. Это вот если я запеканку маленькую порцию буду делать. Удобно будет в ней. Вот. Ну а в посударе я взяла вот такие вот тарелочки. Тарелочки десертные по 100 рублей. Вот эти тарелочки по 100 рублей. Они там 100 с копейками. Ну мне скидку сделали. Я смотрю по чеку по 100 рублей. Взяла по 4 штуки. Потому что у меня гостей много не приходит. И у меня другая посуда есть. Но в любом случае, если сын придет с семьей, у нас будет четверо. Это вот как бы максимальная такая группа людей. Взяла вот такие чашечки. Решила я взять одинаковые. Сколько тут? А, кружка 340 миллилитров. Там были поменьше. Там 290 миллилитров. Ну вот взяла такие вот средние. Мне захотелось средние и однотонные. Это этикетка. Она снимется. Этикеточка снимается. Вот. Ну и захотел однотонный. Вот так вот чай. Если придет сегодня сестра, мы с ней попить можем чай. Вот это для пирожного. Для тортика, если что. Такая тарелочка покушать. Ну и салатик. Можно салатик, можно фрукты. Смотря какой стол. Вот такие однотонные. Захотела я взять себе посудинки. Ну пока взяла это. А дальше, может быть, еще что-то буду брать, добирать. Ну посмотрим. Это я взяла так для начала. Хочу посуду сделать себе в каком-то одном стиле. Но решила взять белую. Девочки, я включила сплит. У меня дома жара. Сейчас сидела, читала комментарии. И вот у меня одна подписчица спрашивает, что это за маска, которую я делала в прошлом видео. Ну вот хочу я вам показать. Это вот эта ночная маска. Я люблю СИУ. И в общем, что ее, какие функции. Вот тут написано. Полезна она для всех типов кожи. Обладает богатым составом. Ценцела обеспечивает высокоэффективный уход. Стимулирует синтез коллагена и эластана. Отвечающих за упругость. Эластичность кожи устраняет отечность. Восстанавливает барьерные функции кожи. Обеспечивает кожу увлажнение. Смягчает и способствует борьбе с пигментацией. В общем, для всех типов кожи очень хорошая такая масочка. Вот. Теперь я вам ответила на ваш вопрос. Девочки, я позвала в гости сестру. Она уже едет ко мне. В общем, я тут так накрыла стол к чаю. Посидим, покушаем, поболтаем. Сестричка моя уже поднимается. Ждем, ждем. Слышу, слышу, шаги идут. Вот она, пришла моя сестричка. Привет, 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 моя дорогая, привет. На, держи, я пирожное все-таки купила. Ну, значит, будем объедаться сладостями всякими разными. Ой, девочки, сколько у нас всяких вкусняшек. И пирожное, и такое, и пирожное такое, и фрукты, и все, что угодно. И моя сестричка. Все, сейчас будем пировать, гулять. Я присоединяюсь сюда. Белоснежка. Немножко мы не ровно, да? Ну да, мы немножко косоваты. Вот так ровнее. Все, решили мы чай не пить. Жара у нас сегодня, мы сок попьем. Сестричка принесла сок, как он называется? Там мякоть потрусить надо. Мякоть потрусим. Как это называется сок? Я не знаю. Ил. Ил. Ну это что нарисовано, апельсин? А, это апельсиновый. Там других не было, я бы хотела и другой, кстати. Я бы манго с удовольствием попила. О, стакан. Мы сегодня с сестричкой решили новую посуду, я так думаю, надо ее опробовать. Такие вот недетские чашечки. Ну мне что-то вот прикольно попить с нее. Я первый раз с этой чашки пью. У нее можно хоть чай, хоть что, хоть сок, любой напиток. Ну такая вместительная, нормальная, да? Ну да. У меня еще мороженое есть. У меня есть все. И я вот так вот. Ну я так себя балую иногда, а тут уже думаю, сестра придет, надо вообще, чтобы было вообще все. Такой, как типа чайный стол. У нас прям как праздник с тобой получается. Да не говори. Ну а что, мы все. Ты сегодня хорошо накрашенная, такая симпатяшка. А я, девочки, как всегда, простая, простонароденная такая. Браднолицая. Простонародная, да? Да нормально. Так, ну что, с какого пирожного, с чего начнем? Вот это же еще есть такое пирожное. Нет, я хочу вот это вишня. Я такую ни разу не ела. Да ты что? Я его беру всегда. Я у нас не вижу. Я, кстати, сегодня оно не попалось мне, поэтому его изусним. Его много здесь сейчас. Я взяла то. Я у тебя купила здесь. А, я, ты пятерочки брала, а я заходила сегодня в Магнит. А в Магните не было этого пирожного. Я взяла вот эти вот. Ну то тоже вкусное мороженое. На текло питочку. Давай, накладывай себе пирожную. Сейчас я ходу. Давай поджаристая возьму. Вери, какое хочешь. Уж дурно такое. Оно свеженькое, свеженькое, да. Ой, слушай, если оно такое будет вкусное, я и домой возьму. Сашки. Да, оно вкусное вообще. Я уберу, прям ем часто. Да я, Света, ты мне тут торт посоветовала, я их штук семь съела. Ну нельзя же так. Вот этот вот, здесь корзинка, она такая песочная, вкусная, крем хороший, вкусный. И вот эти вот прямо... Голоси деревянные. Вишня, прям настоящая вишня. Очень прикольно. Деревянная, это значит, она не совсем свежая. А свежая, она прям рассыпается в руках. Вот. Класс. Ну все, девочки, мы сейчас будем тут кутить. Вон, я себя хоть тоже посмотрю. Как-то симпатичная я здесь. Давай мы с тобой вот так на обложку. Две сестрички под окном, приолепозно вечерком. Мы на обложку позируем. И лампочка у тебя в голову горит. У меня горит, да. Решили мы сделать патчи, девочки. Только не улыбайся. Держусь. Мы решили напугать вас. Да, мы сидим, пьем чай. И вот сейчас перебираем вещи, перебираем косметику. Я с сестричкой поделюсь. У меня много всего. Вот, я люблю делать... Пандочки. Подарочки. Да. Отклеилось. Ус открылся. Вот, еще надо было сюда еще. Да, да. И вот тут еще нога. Все, ус отклеивается. У меня не отклеивается. Ну, что, хорошо выглядим, да? Да. Обезьянки. Да. Фото на память. Фото на память. Ну, почему я так все время ужасно выгляжу? Ты что? Ничего не ужасно. Я не пойму меня. Не ужасно. Никто себе никогда не нравится. Это видео или фотографии? Я, в общем... Что я стою? Не шевелюсь. Ты просто такая яркая, красивая женщина. Конечно, яркая, красивая. Все, я сделаю захват. Да? Мне улыбаться или это видео? Или я что стою? Это видео. Тебе надо. Очень. А я стою такая, не дышу, не дышу, не моргаю. Тара-та-та, тара-та-та. Вот такие мы. Улыбочку. Фото. Две бабки встретились. Да ладно, мы еще нормальные тетки. Мы хорошие бабки. Хорошие, да. Да. Три бабуси. О, бабуси. Два веселых. Не девочки, мы кроме чая, честное слово, не чай не пьют. Я вообще не пью. И сестра тоже. Вообще. Вообще. Вот. Неинтересно. Да. Просто мы соскучились друг за другом. А куда с тобой? Говорить надо, сейчас напишут. Друг по другу, а не друг за другом. А у нас в Ростове друг за другом сначала. А мы деревенские. А куда смотреть надо? Покажи. Можешь сюда смотреть. Я на тебя смотрю. Непонятно, куда смотрю. Мы правда в Ростове друг за другом скучаем, да? А то там в стране друг по другу скучают. С друг по другу скучают. Друг по другу скучают. А мне язык так не поворачивается. Друг по другу. Не обращай внимания. Главное, что сказали. Друг за другом. Мы неправильные, мы да. Мы ростовчане неправильные. Нормальные мы. Так, ну все, собрались. Присядем на дорожку. Гуси, вам не надоело? Не, не, мы еще посидим. Идите. Еще посидим, посидим еще. Мы собрались тут. Перебрали вещи. Дочки, говорю. Все. Сестренке вещей кучу. Я подарила кучу ей разных средств, косметики, всякого-всякого. В общем, решила одарить сестру. Она же редко ко мне в гости приходит. А сестрам надо делиться. Да. Да. Вот, так что... Ей не нравится много вещей, надо отдавать. Надо их, да, надо чуть-чуть их, да, как-то половинить, половинить. А то надо выбирать, когда одеваешься. Лишнего у человека не должно быть, мне кажется. Должно быть. Должно быть. Ну, она считает, должно быть. Должно быть в холодильнике выбор, в шифонире выбор. Вот в холодильнике выбор. Я люблю в холодильнике выбор. Видишь, вот сколько вкусняшек. Какую хуй? Мы еще мороженое не поели. Во, мы сейчас будем мороженое есть. Будем? Давай. Ну, что, нам вкусное. Ну, давай. Сейчас будем мороженое есть. Да. Ну, давайте. Ну вот и все, мои хорошие, проводила я сестру, посидели мы хорошо, пообщались, она у меня еще после ремонта не была, ей понравилось все, и уголок этот нравится всем моим гостям, и сегодня совершенно кстати, я купила новую посуду, мы кушали все с новой посуды, вот, и в общем и поели, и наелись, и десертик, и всего вкусного, поговорили о своем, о женском, перебрали мои вещи, косметику, в общем, я ей там надарила кучу всего, в общем, короче говоря, провели хорошо время, и вот теперь периодически буду сестру приглашать, но она, к сожалению, работает целую неделю, выходная только в воскресенье, у нее в воскресенье куча обычно дел, магазин купить, наготовить там что-то еще по дому, какие-то дела, вот, ну, она нашла хорошо сегодня время, у нас срослось, и у меня свободное воскресенье, у нее свободное время было, и вот она пришла, и мы с ней пообщались, посидели, хорошо провели время, ну, а на этом, девочки, я хочу свое видео закончить, кому видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok